МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему Голландия больше не хочет быть меккой для любителей марихуаны? В Киеве на спортплощадке прогремел взрыв. Об этом сообщают в управлении нацполиции Киева. Инцидент произошел сегодня утром в Днепровском районе столицы. Взрывотехники изъяли фрагменты самодельного взрывного устройства. Не исключают, что оно было радиоуправляемым. Как рассказали местные жители, неизвестный предмет разместили на металлической перекладине. К счастью, жертв и пострадавших в результате взрыва нет. Правоохоронцы начали два криминальные проведения за фактом вибуха на спортивном майдане в Днепровском районе Киева. Поведомление про вибух мы получили около 8 часов. Нам зателефонировал человек и сказал, что он слышал звук, который похож на вибух. На место выехали следовательные группы, как районного, так и главного управления полиции. Также залучены все профильные службы. Массовое отравление детей в Северодонецке в больнице попали 15 школьников от 10 до 12 лет. Об этом в Фейсбуке сообщила спикер полиции Луганской области Татьяна Пагукаев. Причем двое ребят сейчас находятся в реанимации. У остальных состояние средней тяжести. Накануне дети из разных городов, районов принимали участие в благотворительном празднике. По словам родителей, там были блины и сладости. И уже спустя несколько часов школьникам стало плохо. Сейчас следователи проводят проверку. Уголовное дело возбудили по статье нарушения санитарных норм. На Донбассе сегодня 13 обстрелов. Ранен один украинский военный. И по сообщению штаба АТО противник вновь использовал запрещенное минскими соглашениями оружие. Все подробности расскажет Игорь Левенок. Он сейчас под Авдеевкой. Миномет даже работал. Пару мин прилетел СПГ. Не дня без вражеских обстрелов. Наши военные в районе Авдеевки говорят, тактика врага не меняется. Днем работают снайперы. С наступлением темноты начинается интенсивная стрельба. Сначала в ход идут пулеметы. Затем более серьезные калибры. Минометы и артиллерия. Наемники отрабатывают свою зарплату. Если будет тишина, то им тоже скажут. Но смысл вас тут одержать 10 человек. Если вполне, может на этой службе 5-6 человек. Укрепления боевиков видны невооруженным глазом. Окопная война имеет свои особенности. Огневые точки и наблюдательные пункты хорошо пристреляны с обеих сторон. Поэтому наши бойцы живут по принципу, чем глубже в землю, тем живее будешь. Смертоносный сюрприз может прилететь в любой момент. Наши солдаты говорят, не так страшны вражеские мины и снаряды, как коварная пуля снайпера. Бойцы уверяют, и сейчас с той стороны за нами наблюдает как минимум пара глаз. Смертная работа СВД и 12-7. Снайперская винтовка российская. И они прикрывают своих снайперов ПКМами, чтобы не слышать самого пострела. Но и у нас есть парни-непромах. Позиции под Авдеевкой обороняют десантники. Их подразделения комплектуются специалистами по контрснайперской борьбе. Игорь Левенок, Евгений Пахальчук, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. В ООН не хватает денег на помощь Донбассу. Организация запросила 187 миллионов долларов, а получить надеется хотя бы две трети вот этой суммы. Об этом сообщил гуманитарный координатор в Украине Нил Волкер. По его словам, из-за недостатка средств ООН впервые в своей практике при определении приоритетов будет учитывать гендерные и возрастные факторы. В прошлом году, по словам Волкера, организация получила только третью часть денег, которые просила для Украины. Премьер-министр начинает новый формат сотрудничества с регионами. Об этом он сообщил на встрече с губернаторами. Под новым форматом подразумеваются открытые дискуссии глав обл. администрации с министрами. Гройсман подчеркнул, что задача правительства – это развитие экономики, а задача региональной власти – это благоприятный бизнес-климат. Я считаю, что тот уровень взаимодействия, который мы имеем на сегодня, он недостатным. Недостатным для того, чтобы максимально эффективно вырешивать те задачи, которые стоят перед нами, в том числе в реализации государственной политики, максимально эффективного использования тех ресурсов, которые фактически у нас в децентрализации мы передали на месте. Лучший отчет правительства – это деньги в карманах украинцев. Так считает лидер радикальной партии Олег Лешко. По его словам, украинцы сегодня вынуждены отказываться от самого необходимого, и именно это они воспринимают как результат действий власти мущих. Оценка влады – это ли украинцев деньги, или украинцы их доходы. Сегодня каждый видит, что ростут цены, ростут тарифы и ростет инфляция. Но зарплаты не ростут так, как это хотят люди. Потому что копейчане, которые сегодня предлагают, не влаштовывают. Они не дают возможности вырвать людей из бедности. Особенно это относится к пенсионерам, которые очень много работали и получают копейчане пенсии. Поэтому мы добиваемся увеличения зарплаты. Военные пенсионеры и бывшие силовики снова намерены блокировать работу Кабмина. Они добиваются перерасчета пенсии, поскольку доплаты, которые начали поступать с начала года, они считают несправедливыми. Что такое организация «Силовик»? Разбирались наши корреспонденты. Майдан незалежности в Хмельницком. Возле облгосадминистрации более 200 пенсионеров. Это бывшие сотрудники МВД, СБУ, военные. Анатолий Стучинский возглавляет ветеранскую организацию в Теофиполе. Мужчина – ликвидатор аварий на ЧАЭС. Полковник в отставке, за плечами 20 лет службы в МВД. Участники акции решили вместе добиваться справедливого перерасчета пенсий. Пенсионеры-силовики со всей Хмельницкой области начали объединяться в общественную организацию. Я поїхав всей Украине для того, чтобы объединять в единую организацию под названием «Силовик», которую мы создали, у всех військовых пенсионеров. Я планую в этом году видеть миллионный членский бюлет членов руху «Силовик». Это військовые пенсионеры Министерства внутренних справ, это військовые пенсионеры Збройных сил Украины, это СБУшники, это прикордонники. Наша задача солидаризоваться, объединяться с учителями, лекарями, шахтарями, простыми рабочими, простыми селянами и замусить владу всем перераховать пенсию. Людина не может жить на зарплату 3200, людина не может жить на пенсию 2000. За создание ячейки организации, присутствующей на акции, проголосовали единогласно. Областная ветеранская организация сегодня насчитывает более 23 членов. Пока формируют актив «Силовика», затем на собрании изберут руководителя. Первые 300 членов уже вступили в актив ячейки «Силовика» в Виннице. Ее создали накануне. Там Сергей Каплин тоже встречался с военными пенсионерами в Доме офицеров. По словам нардепа, людям обещали по 1500 гривен. Некоторые получили всего по 200, некоторые вообще ничего. Разом с этим мы готовим первую нашу спильную акцию 25 квотня в Киеве, бля Кабинета Министров Украины, с вымогой перераховать пенсию. Переходят люди из всей страны. Под прапорами «Силовика», нашей единой организации, которая объединяет сегодня сотни тысяч, завтра миллион этих граждан, будем добиваться социальной справедливости. Завтра подобная встреча с военными пенсионерами состоится в Чернигове. Анастасия Крылата, Леонид Аборин. Подробности телеканал «Интер» Мельницкий. Британская полиция и разведка идентифицировали основных подозреваемых в попытке убийства бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает британская «Зателеграф», ссылаясь на собственные источники. По данным издания, подозреваемые находятся в России. Их личность установили после анализа списка авиапассажиров, номеров машин и записей из камер видеонаблюдения в Солсбери. В спецслужбах убеждены, что Москва вряд ли выдаст подозреваемых Лондону, чтобы там их могли привлечь к ответственности. Франция обвиняет Россию в фальсификации данных относительно химатаки в Сирии. Французский МИД распространил заявление, в котором говорится, что информация российской стороны противоречит фактам, которые удалось собрать Парижу. Тем временем в российском МИДе заявили, что эксперты организации по запрещению химорожия наконец попали в Думу для проведения расследования. Ранее Запад обвинял Москву в затягивании следственного процесса и фальсификации доказательств. Кто мог помочь с химическим оружием? В поисках ответа на этот вопрос западные журналисты вышли на Бельгию. Оказалось, что три бельгийские компании поставляли в Сирию запрещенные химикаты, которые могли использоваться для изготовления зарина. Предположительно, именно от этого вещества в сирийском городе Дума 7 апреля погибли около 80 человек. Все подробности узнаем от Елены Абрамович. Бельгийские журналисты были весьма удивлены, когда обнаружили свою страну в некоммерческой сирийской базе данных экспортеров запрещенных химикатов. Оказалось, Бельгия единственная страна ЕС, которая продолжала экспортировать запрещенный изопронол в Сирию после 2013 года. Этот компонент используется для изготовления отравляющего вещества зарина. 96 тонн изопропонола были экспортированы в Сирию в пяти партиях в период с 2014 по 2016 год. По данным трех компаний, получатели были частными партнерами, с которыми они торговали более 10 лет. И те не были в каком-либо списке подозреваемых. Бельгийские экспортеры оправдываются. Их клиенты – производители красок и лаков. И якобы не знали, что уже пять лет, как нужно получать специальное разрешение для экспорта химвеществ в Сирию. Судебные слушания по этому делу назначены на 15 мая. Ответчики – три бельгийских предприятия. Оптовый торговец с химикатами, административный офис-посредник и логистическая компания. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности – Европейское бюро телеканала «Интер». С сегодняшнего дня Северная Корея прекращает ядерные и ракетные испытания, а также закрывает ядерный полигон. Об этом Ким Чен Ын заявил на пленарном заседании Центрального комитета рабочей партии Кореи. На эту новость уже в Твиттере отреагировал Дональд Трамп. В ЕС, Японии и Южной Корее решение, принятое в Пхеньяне, назвали правильным шагом. Напомню, в начале месяца Ким Чен Ын впервые заявил, что готов встретиться с Трампом, чтобы обсудить ядерное разоружение КНДР. Место встречи изменить можно. В Белом доме пытаются выбрать город для этих самых исторических переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына. На чем остановятся, когда состоится эта встреча, узнаем от Дмитрия Анопченко. Это напоминает детскую игру в города. Да, Белый дом перебирает столицу за столицей. Куда-то Трамп согласен отправиться, но это Кима не устраивает. Куда-то хочет поехать северокорейский диктатор, но американцы не согласны. Есть и точки, которые вроде бы устраивают обоих, но президентская охрана сочла их небезопасными. Как выведал из источников в Госдепе телеканал NBC, шорт-лист Трампа состоял из пяти названий. Но из списка городов-кандидатов уже вычеркнули Пекин, Пхеньян и Сеул. Китай готов был стать посредником. И Ким уехать близко, но это политически неправильно. Мол, все внимание к двум лидерам должно быть приковано, а тут китайцы на себя его оттянут. К столице Северной и Южной Кореи тоже не подошли. Дескать, в обществе будет ощущение, что Трамп слишком уж уступает. Нужно что-то нейтральное. Долго готовили площадку в столице Монголии, Улан-Баторе, но в итоге сочли, что не смогут организовать там достаточный уровень безопасности для Трампа. В итоге, по слухам, все же решили остановиться на Женеве. Мол, где как ни в Швейцарии, знают, как охранять высоких гостей. Столько саммитов провели. Параллельно в глубокой тайне будут отрабатывать так называемый план Б. По информации, которую получил NBC, это может быть австрийская столица, Вена. Известные сроки. Ранее сам Трамп говорил о планах встретиться до конца мая, но подготовить все ни дипломаты, ни секрет-сервис не успевают. И сейчас в планах стоит первая декада июня. Если, конечно, глава государства вдруг не передумает. А накануне, на совместной пресс-конференции с японским премьером, Трамп прозрачно намекнул, все или ничего. Мол, он не намерен возвращаться с этой встречи с пустыми руками. Что касается переговоров, если я пойму, что это встреча, которая не обещает стать плодотворной, так мы вообще не поедем. А если встреча, на которой я уже буду, не даст результатов, я при всем уважении ее покину, и мы продолжим делать то, что делали. Впрочем, пресса сочла, что Трамп просто пытается заранее укрепить позиции. Ведь он действительно не может вернуться с пустыми руками из любого города, какой бы в итоге не выбрали для этих исторических переговоров. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. В Ереване не прекращаются протесты против новоизбранного премьера Сержа Сарксяна. Митингующие перекрывают улицы, блокируют работу госучреждений. Сегодня полиция задержала 102 активиста. Премьер призвал лидера оппозиции к диалогу. Тот ответил, что готов обсуждать лишь вопрос его отставки. Тем временем спецслужбы заявляют о предотвращении целой серии терактов. Арестовано 6 человек, в том числе двое организаторов. Это граждане Армении. По словам правоохранителей, они хотели установить самодельные взрывные устройства в общественных местах, под мостами и около жилых домов. Венгрия выдала жителям Закарпатья более 100 тысяч паспортов. Об этом в интервью Радио Свобода заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондар. По его словам, это произошло до получения безвизы. И должно было помочь украинцам венгерского происхождения беспрепятственно пересекать границу и работать в Венгрии. Кроме этого, МИД располагает фактами, что паспорта нередко предоставлялись за взятки, и к этому были причастны венгерские чиновники. В Украине нужно ввести систему комплексной транспортной модели городов. Такое заявление сегодня во время презентации новых автобусов в Житомире сделал вице-премьер Геннадий Зубко. По его словам, эта модель предусматривает комплексный подход. Речь идет о развитии сети маршрутов общественного транспорта, о строительстве новых троллейбусных линий, введении единого электронного билета. И также речь идет о введении мобильных сервисов в GPS-навигации и расписании. Чтобы реформы стали реальностью, Украине нужна четкая стратегия развития. Об этом сегодня говорили делегаты форума Аграрной партии. Здесь собрались и депутаты местных советов, и мировые политики. Какие решения приняли? Подробнее в материале. На форум съехались 1800 участников. Большинство из них депутаты от Аграрной партии. В повестке дня вопросы, с которыми сталкиваются объединенные громады и местные советы. В основном обсуждают проблемы децентрализации и то, что под эту реформу нужно еще принять целый ряд законопроектов, которые бы четко разграничили полномочия центральной и местной власти. Для того, чтобы начать процесс децентрализации, процесс нужно было вызначить конституционно. Далее нужно было вызначить, внести изменения в законы про местное самовередование, в законы про местную государственную администрацию. Неголовнейшим заведением для Аграрной партии – сделать мощную Украину. Вот самую мощную Украину. Чтобы граждане других стран, других стран, мрели стать гражданами Украины. Чтобы они мрели приехать и жить у нас. А не наоборот. Среди приглашенных на форум украинских топ-политиков и экспертов – мировые экономисты и политики. Коррупция есть везде в мире, но таких гигантских масштабов, как у вас, наверное, нет нигде. Вы обладаете уникальной плодородной землей. Она – ваше огромное богатство и ваш конкурентный потенциал. И если найдете способ правильно пользоваться землей и получать хороший результат, и поборете коррупцию, то завоюете мир. Ключевыми пунктами стратегии развития страны, которую разработали Аграрии, стали демонополизация экономики, создание среднего класса, быстрое строительство инфраструктуры государства, а также принятие законов о новом административно-территориальном устройстве. С этой стратегией партия собирается участвовать не только в предстоящих местных выборах, но и в ближайших парламентских. В Конституции нашей страны самого понятия административно-территориальной одиницы, которая называется «объединенная территориальная громада», нет. Поэтому нужно действительно совершить полную земельную реформу, выработать необходимое законодательство. Мы третий год поспише в тридцах победителей. Я думаю, что на выборах 29 квотня мы суттєво покращим результат света. То есть сегодня действительно та основа той политической силы, которая выросла от земли, от людей, и которая будет готова на 100% до наступных великих выборов до Верховной Ради. Следующий масштабный съезд Аграрная партия проведет в июне. Поделиться опытом в Киев приедут 5000 депутатов местных советов. Павлина Василенко, Сергей Ведмить. Подробности телеканал Интер. В эти минуты на острове Хортица открывают памятный крест, посвященный столетию освободительной борьбы Украины и Литвы, а также в память о погибших украинских воинах. Церемония проходит в рамках межгосударственного проекта «Память нации. Возродим Хортицу». Несколько часов назад возле нового памятника высадили дубовую рощу. Более 2000 саженцев специально привезли из Литвы. Деньги на закупку этих деревьев литовцы собирали в течение года, а высаживали их сотни украинцев, которые тоже специально приехали на Хортицу со всех регионов нашей страны. Среди них родные и близкие погибших защитников Украины, представители НАЦКорпуса, ветераны АТО и, конечно же, литовская делегация. На этом месте, где мы сейчас с вами находимся, сто лет назад Сечевые стрельцы под руководством Василя Вишиванова из Западной Украины и Запорезья дивизия под командованием Петра Баубачана объединялись, две украинские армии с Захода и Схода объединялись, отримавши независимость Украины, и рушили именно из этого места до Крима, визволяти Крим. Задача была Украинской народной республики, именно чтобы украинские войска вошли и вернули Крим. Поэтому это, по-моему, символичная акция. Надеемся, что украинский Крим вернется к родной стране. А дать жизнь за свою родину – это самая большая честь, которая может быть. Мы это понимаем. И мы думаем, что все наши деревья, они будут расти не одно столетие. И всем будет напоминать об этих героях, которые погибли за свою независимость. В историческом урочище «Холодный яр» Черкасской области ко дню окружающей среды тоже высадили более 2000 саженцев красного дуба. Этой зимой леса очень пострадали от снегопадов и теперь требуют восстановления. Саженцы были закуплены за деньги местного управления лесного хозяйства. И в этом году здесь планируют посадить различные сорта деревьев на более чем 1200 гектарах. В сегодняшней акции принимали участие и школьники, и чиновники. Приехал также нардеп Сергей Рудык, который анонсировал новый законопроект, который позволит восстановить и сохранить леса не только в Черкасской области, но и по всей Украине. Буквально 10 дней тому мы в парламенте зарегистрировали законопроекты в 7 штук, которые комплексно стосуются одной тематики – створения государственного лесового фонда. Это аналог государственного фонда, который должен сохранить лесы по всей стране. Уряд традиционно сначала против, но я думаю, что нам удастся его переконать. Мало говорить, что мы против вывоза леса Кругляку, что мы за обработку нашей деревни в Украине, что само-самое зрозумяло, и так должно быть. Мы на сегодняшний день проводим не восстановление леса, а строим новый лес на землях, которая раньше не была задеянна под выращивание леса. В США тысячи студентов и школьников вышли на акции протеста, требуя законодательно усилить контроль за хранением оружия. Акции прошли по всей стране. Они совпали с 19-й годовщиной массового убийства в одной из школ штата Колорадо. Тогда погибли 13 человек. Это уже вторая массовая акция с начала года. 14 февраля произошло очередное массовое убийство. В этот раз в школе Паркланда, штат Флорида, тогда подросток застрелил 17 человек. Студенты несли плакаты «Хватит, и мне нужно беспокоиться об уроках, а не об оружии». Нидерланды меняют имидж. Голландцы устали от статуса «рай» для курильщиков марихуаны и начинают ее запрещать. Первым городом стала Гаага. Где теперь курить нельзя, знают наши корреспонденты. Вокзалы, крупные торговые районы и центр города в этих зонах в Гааге отныне запрещено курить марихуану. Информационные буклеты власти города разослали по кофешопам, местам, где разрешено продавать каннабис еще с 70-х годов. Занесли флайеры и в приюты для бездомных. Две недели информкомпании, и после этого полиция начнет штрафовать нарушителей. Причина нововведения – жалобы местных жителей на сильный запах марихуаны и шумных туристов, которые ее курят. Такая же проблема и у жителей столицы – Амстердама. «Где раньше были булочные, сейчас магазины для туристов. Наши районы стали не нашими. Мы уже неважная часть экономики. И проблема не только в количестве туристов, но и в их поведении. Люди приезжают в Амстердам повеселиться, устроить свою вечеринку в моей части города. И мне это не нравится». Впрочем, в центре Амстердама пока нет таких запретов. Но несколько лет назад в городе закрыли все кофешопы вокруг школ и запретили курить травку рядом с учебными заведениями. Такое же правило действует и в Роттердаме. Впрочем, в стране до сих пор работают более полутысячи кофешопов, где открыто продается марихуана. «Думаю, нам просто надо полностью поменять имидж, потому что Амстердам ассоциируется с наркотиками и сексом. Нам нужно сфокусироваться на туристах, которых интересует история и архитектура». Еще один из недавних туристических запретов в Нидерландах – это пивные велосипеды. Шумные компании с бутылками за столом на колесах больше не имеют права разъезжать в центре столицы. Анна Филь, Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности – Европейское бюро телеканала «Интер». Как в Мексике отметили Международный день марихуаны, как Елизавета II празднует свой день рождения и где можно набить звуковое тату? Обо всем этом прямо сейчас. День рождения королевы Елизавете II – 92. Утром в ее честь прозвучали артиллерийские залпы в Хайт-парке. Вечером монархиня впервые изменит свои традиции праздновать фургу семьи и пойдет на концерт, где выступит среди прочих Стинг и Кайли Миноук. 21 апреля – настоящий день рождения королевы. Официально отмечают во вторую субботу июня со всеми торжествами, парадом и всенародными гуляниями. Веселый праздник. Жители обеих Америк отметили Международный день марихуаны. В Мехико любители травки собрались в Центральном парке, а в столице Чили, Сантьяго, вышли на демонстрацию с курительными трубками. Требовали полностью узаконить продажу каннабиса и не только в медицинских целях. В Канаде смельчаки закурили прямо под окнами парламента, призывая депутатов поскорее легализировать марихуану. Правительство обещало принять соответствующий закон уже этим летом. Новый тренд в США – звуковое тату. Мастера набивают звуковую волну с зашифрованным посланием. Это может быть голос близкого человека или же любимая песня. Потом звук воспроизводится с помощью мобильного приложения. Достаточно поднести камеру телефона к изображению. Проблема пока лишь в том, что такие татуировки можно наносить на ровную поверхность, например, руку. Приложение платное стоит 40 долларов в год. Суд в Нью-Йорке арестовал американскую актрису Эллисон Мэг из сериала «Тайны Смолвеля». Ее обвиняют в сексуальной эксплуатации женщин. Актриса якобы была одной из лидеров тайной группы, в которой участниц шантажом принуждали к половым актам и рабскому труду. Официально же организация проводила семинары по саморазвитию. Эллисон Мэг себя виновной не признала. В Мексике украли и сразу же нашли кубок ОЕФА. Об удачной операции сообщила местная прокуратура в Твиттере. Грабители стащили его из автомобиля, когда кубок везли с мероприятия в городе Лион. Причем похитили оригинал престижного трофея, а не копию, которую вручают клубам-победителям Лиги Европы. Однако полицейские сработали оперативно. Кубок обнаружили в городе Гунахуата уже через несколько часов. Крупнейшая магнитная буря в этом году обрушилась на землю. Об этом сообщили астрономы Института имени Лебедева. Причина — солнечный ветер вокруг нашей планеты усилился в два раза, вопреки всем прогнозам. Максимальная фаза бури растянулась на 8 часов, обычно не превышает 5. Тем не менее, пик космической стихии уже позади, и вскоре она должна пойти на спад. Как работают клетки в живом организме, продемонстрировали американские ученые. Исследователи создали микроскоп, который позволил увидеть и даже заснять работу клеток в 3D-формате. Чтобы рассмотреть мельчайшие частицы, обычно используют очень яркий свет, а это может повредить живые клетки. В новом микроскопе технологию усовершенствовали. Впрочем, ученые смогли рассмотреть только клетки прозрачных рыбок. Под кожу человека пока заглянуть не удается. Кубок Лиги Чемпионов УФА уже в Украине. Послы финала и Андрущак, и Андрей Шевченко торжественно пронесли главный трофей европейского клубного футбола по центру Киева и передали его мэру столицы. Как отметил Виталий Кличко, на финал престижного футбольного чемпионата в Киев приедут десятки тысяч болельщиков из разных стран. Это еще одна возможность презентовать Украину. Напомню, финальный матч Лиги Чемпионов состоится 26 мая в Киеве на стадионе Олимпийский, а финал женского турнира пройдет 24 на стадионе Динамо. Это все новости на сегодня. Веселого вам субботнего вечера и до встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok